Друзья, всем привет! Вы на канале Все Китай, с вами Димон. Итак, сегодня у нас на обзоре дешманский, дешевый квадрокоптер из сайта GearBest SkyRC D20. Обычный, без FPV, без камер. Стоит 25 долларов. Ссылка, друзья, будет в описании. Поигрался, наигрался данным квадрокоптером. У меня было с чем его сравнить. У меня есть вот такой E-Chain. Обзор также был на канале. Он уже убитый, грязный, друзья. Корпус треснул у меня, но все же он работает. Да, летает нормально. Я вам так скажу, это стоит 40 долларов без, скажем так, с FPV. Да, камера есть без FPV. Он стоит где-то 26-27. Но, друзья, если сравнить два этих квадрокоптера, если этот без FPV и этот без FPV, я бы лучше покупал вот этот. Сейчас расскажу, почему, друзья. У него есть также свои плюсы и минусы. Чем-то он лучше, чем-то он хуже. Но сейчас поподробнее об этом поговорим. Поехали. За 26 долларов мы получаем довольно-таки большой квадрокоптер. Но он легенький, друзья. Вот реально он легкий. Если с этим сравнивать, они по размерам плюс-минус одинаковые, но он потяжелее. Потому что корка у него больших размеров, она потяжелее идет. И он такой, ну скажем, не такой быстрый. Вот этот квадрокоптер нормальная скорость. Ну, плюс-минус у них одинаковая. Но, вы знаете, почему-то он стабильный. Вот реально стабильный. Он может спокойно, если мы стика, ну, где-то вот так, да, ставили. Все, пульт бросили наш. Наш квадрокоптер зависает. Вот реально он зависает. Никуда там влево-право не улетает. А просто завис на месте и старается как-то держаться. Я офигел, просто офигел. Потому что 25 долларов и данный квадрокоптер старается держаться на месте. Это просто круто. Потому что, знаете, для новичка данный квадрокоптер идеально подойдет. Он очень легко управляется. Вот реально очень легко. Я же говорю, нажали, остановили, он у нас парит. И все. То есть не улетает ни влево, ни в право тренирование. Вообще быстро и стабильно все можно настроить. В нашем квадрокоптере стоит батарейка на целых 600 мА. Да, небольшая. Так, это из E-China на 550. Они одинаковые вообще по размерам. Но это 550. У SKRC 600 мА. Да, маленькая. Зарядка в комплекте вообще такая, ну, не очень. Она реально греется. Если хотите посмотреть всю комплектацию, посмотрите распаковку данного квадрокоптера. Заражается данная батарея за 1 час. Да, скажем так, долго-долго. Но стандартным зарядником, друзья. Летать можно около 6-7 минут, в зависимости от скорости. На какой скорости вы летаете. И все. Поменяли. Я ставил вот E-China. Все работает одинаково. Однобаночная 3,7 вольта. То есть они одинаковые вообще. У нас тут вообще классные ножки. Мне так понравились. Они мягенькие. Реально. Он садится, как пружинка. Реально, как пружинка. Сломать данные ножки. Да, конечно, можно. Но я не знаю, с какой высоты он должен упасть. Во всем остальном, я так скажу, пластик здесь хороший. Он такой легенький, гнется. То есть сломать, да, можно, но проблематично. Реально проблематично. Защита у нас вообще такая, знаете, как пластилин. То есть гнется в любые стороны. Также ее сломать будет очень сложно, друзья. Итак, по квадрокоптеру, в принципе, мы разобрались. Хорошая, добротная, нормальная сборка. У нас есть подсветка здесь. Снизу у нас вот здесь светодиоды. И также спереди у нас есть светодиоды. То есть лайк. Хорошо. Давайте же посмотрим на нашу аппаратуру. Да, она у нас здесь дешманская, обычная. Но в руке сидит хорошо. Эти штуки мне понравились. Можно так спокойно взять и погнал. Одной рукой держать. Нормально. Итак, кнопка включения. Стандартно все это понятно. Это стик у нас газ. Естественно, влево, вправо, вперед, назад. Это понятно. Эти две кнопки отвечают у нас за триммирование. То есть, если наш квадрокоптер взлетает и летит там вперед, да, мы нажимаем вниз. Если он летит назад, мы нажимаем вверх. Также и здесь. Если наш квадрокоптер отлетает сразу вправо, нажимаем влево. Если влево, нажимаем вправо. То есть, все стандартно, все понятно. Эта штучка отвечает у нас также за триммирование. То есть, если наш квадрокоптер взлетает, да, Не просто ровно, а взлетает и по своей оси Переворачивается, крутится, грубо говоря Также мы все это тримируем Также Headless Mode, если не знаю, зачем он нужен Ну, фигня, если честно Эта кнопка у нас отвечает за флипы То есть наши перевороты Нормально, все работает стабильно и хорошо Эта кнопка отвечает за расходники Но, к сожалению, у нас здесь две степени Расходников, то есть, мне кажется, там 30 и 60, если и чайник У нас здесь 30, 60 и 100 То здесь только два варианта И, я бы сказал, маловато Хотелось бы третий вариант, потому что против ветра На втором, ну, реально не сильно И скорость небольшая, хотелось бы, конечно, третий И все, больше кнопок нет Все здесь стандартно, элементарно У нас 4 батарейки формата 2А Или аккумуляторы формата 2А Также все работает их нормально Также, друзья, дальность нашего, так сказать Радиус действия аппаратуры Сигнала, ну, около 80 метров Больше не советую вверх Ну, также не более, там, 40 метров Потому что, реально, потеряете И улетит куда-то далеко В пределах 40 метров вверх И в пределах, там, 80 метров вдаль Скажем так Все больше пускать не надо, друзья Ну что, мой вывод, друзья Хороший квадрокоптер или фигня? Классный! Вот реально классный! За 25 долларов, вот реально рекомендую Если вы купите данный квадрокоптер Не пожалеете Элементарное управление Хорошо все работает стабильно То есть, у меня сигнал ни разу не терялся Если в этом бывали случаи Реально, если высоко Он реально очень терялся Даже если метров 10 от себя отлетел Не понимаю, что там за фигня случалось Но иногда сигнал терялся И он падал Ну, потом резко я его подхвачивал И все было хорошо Здесь сигнал реально не теряется Все работает хорошо и стабильно В общем, ставлю лайк за данный квадрокоптер Мне он сильно понравился Могу реально вам рекомендовать Также есть версия с камерой Ну, это такое баловство, друзья За такую стоимость камера Сами понимаете, какая будет А вот, честно Поиграться Научиться летать на квадрокоптере Это реально хорошее приобретение 25 долларов Реально сумма небольшая Ну что, как-то вот так, друзья Предлагаю сейчас посмотреть Как же летает данный квадрокоптер Если вам понравилось данное видео Можете поставить лайк Всем спасибо Всем пока Удачи и позитива Хорошего вам лета Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!